Уважаемые коллеги, Ассоциация врачей первичного звена вновь приветствует вас на сайте. В 2021 году цикл вебинаров представлен 13 направлениями. Вебинары проходят в одно и то же время, каждую субботу и воскресенье. 14.30. Курс «Нутрициология». Читает украинцев Сергей Евгеньевич и его коллеги. 15.00. Курс «Нефрология». Руководитель Мальцев Станислав Викторович. 15.30. Курс «Врач и инфекция. Лицом к опасности». Руководитель Чеботарева Татьяна Александровна. 16.00. Курс «Дентальная имплантация». Ведут Александр и Дмитрий Стаматов. Мы провели более 500 вебинаров по 40 о врачебном специальности. Но впереди вас ждет еще больше интересной и нужной для вас информации. 16.30. Курс «Кардиологика». Читает Власова Надежда Леонидовна. 17.00. Курс «Актуальные вопросы от Урина Ларингологии». Ведут Свистушкин Валерий Михайлович и Никифорова Галина Николаевна. 17.30. Курс «Актуальные вопросы неонатологии». Читают Заплатников Андрей Леонидович и Дементьев Александр Анатольевич. 18.00. Компас детской психиатрии. Читает Ивашенко Дмитрий Владимирович. Ассоциация «Серано» приглашает вас совершенствоваться в своей профессии с помощью циклов вебинаров для врачей первичного звена. 18.30. Объединенный курс «Актуальные вопросы рефлексотерапии» и «Детская неврология». Руководители Зыков Валерий Петрович и Тян Виктория Николаевна. 19.00. Курс «Общая врачебная практика». Руководитель Стримаухов Анатолий Анатольевич. 19.30. Курс «Актуальные вопросы полиморбидной патологии». Ведет Остроумова Ольга Дмитриевна. 20.00. Курс «Эндоурология и детская хирургия». Руководитель Шатохин Максим Николаевич. Также на сайте нашего традиционного партнера Ассоциации педиатров по выходным в 20.00 проходит курс «Диалоги с профессором» для врачей-педиатров. Ведущая Захарова Ирина Николаевна. Присоединяйтесь к вебинарам выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте www.edodefiscerano.ru Ну что, доктора, до встречи! Мы вас ждем! Что такое Серано? Серано – это удобная и бесплатная онлайн-площадка для получения дополнительного профессионального образования в области медицины. У нас вы найдете сотни вебинаров, модулей и конференций по более чем 30 специальностям. И все это на экране вашего ноутбука или смартфона в любое подходящее для вас время. Наши научные руководители – это ведущие специалисты страны, заведующие кафедрами, заслуженные врачи России, авторы клинических рекомендаций. Мы понимаем, как непросто практикующему врачу найти время для изучения нового материала. Наша команда делает все, чтобы приобретать актуальные знания было удобно и просто. Мы верим, что дополнительное медицинское образование должно быть современным и доступным. Спасибо, что вы с нами! Ваш Серано Добрый день, уважаемые коллеги! В этой лекции мы рассмотрим применение лазерных технологий, различных лазеров в урологии, рассмотрим их физические свойства, ну и дадим небольшую сравнительную характеристику тем или иным лазерам. Что такое лазер? Ну, в переводе с вами виского – Light Application by Stimulated Emission of Radiation – это усиление света посредственно вынужденному излучению. Этому всем известно из теории Эйнштейна, где исследуют, что свет может излучаться и поглощаться, и не только спонтанно, но также существует возможность вынужденного или стимулированного излучения. Свойства оптического диапазона в лазерном излучении характеризуются такими критериями, как когерентность – это совпадение фазы электромагнитных колебаний, монохроматичность, одноцветность, поляризованность, фиксированной ориентации векторов электромагнитного излучения в пространстве. Лазерное излучение может быть как непрерывным, так и импульсным. Иногда эти импульсы достигают очень больших пиковых мощностей. Из разновидностей лазеров существуют газовые, полупроводниковые и твердотелые. Мы будем рассматривать с вами полупроводниковые и твердотелые лазеры. История сознания лазеров относится к 1960 году, когда Теодор Майман впервые создал прототип лазера на кристалле рубина с длиной волны 694 нанометра. На сегодняшний день это терапевтический лазер, пограничный, скажем так. Но это был триумф, и с тех пор уже стали выпускаться различного рода лазерные аппараты. Принцип работы лазерных аппаратов сводится к одному, что есть электрическая разрядная трубка, кристалл обязательно, зеркала или система зеркала, или одно зеркало, ну и пропускная способность через прозрачное стекло. Принцип работы лазерных аппаратов всех заключается в том, что при выключенном состоянии разрядной трубки, то электроны всех атомов занимают определенный уровень основной, энергетический. И уже когда включается разряд, то все электроны уже перемещаются на более высокие энергетические орбиты. И затем уже начинают покидать высокие энергетические орбиты и спускаться к основному уровню. Таким образом получается общий результатирующий пучок света. Все с одинаковой длиной волны у каждого источника. В лазер-ворологии применился в 1966 году. Ну, Парсон, который применил на том же самом лазерном аппарате лазерного пузыря на мочевом пузыре у собаки, произвел резекцию. А в 1968 году, мало ли они уже, произвел на также на том же самом аппарате, произвел пробное дробление камней мочевого пузыря. Ну, а с 1976 года уже производилась лазерная резекция стенки мочевого пузыря уже у человека. Таким образом, в 60-х годах началась эра лазерных аппаратов. На сегодняшний день очень большое разнообразие лазеров в ворологии. В хирургии, не только в ворологии, в хирургии применимы и в промышленности. Это у нас галититанилфосфат лазер, неодимовский лазер. Есть и неодим-ях лазер с длиной волны 1006 нанометров. Литий-абарат, диодные лазеры, гольмовые лазеры, различные модификации, тулиевые. Но на сегодняшний день нет ни одного универсального аппарата, лазерного аппарата, поскольку все аппараты предназначаются для какого-то определенного этапа работы и для определенной цели и задачи. Из физических свойств. Что необходимо знать для врача и для того, кто работает на лазерных аппаратах? Это, прежде всего, длина волны лазерных аппаратов. Она различная, и чем выше или больше длина волны, тем меньше воздействие на ткань. То есть глубина проникновения меньше. Частота импульсов огромное значение имеет, особенно при литрепсии. Когда мы меняем частоту, получается либо фрагментация мелкая, либо крупная. Мощность излучения также различается по мощности излучения аппарата. Это как низкоэнергетические, среднеэнергические, высокоэнергетические аппараты. Здесь также имеет значение эта мощность. Почему? Потому что раньше аппараты применялись с малой мощностью. Не всегда возможности были применения, как сейчас, резекции, нуклеации. Поэтому сейчас работает уже на более высоких мощностях. Допустим, 40-ваттные лазерные аппараты не всегда позволяют проводить инкуляцию. А уже 250 Вт, которые сейчас находятся на обеспечении. И при этих лазерных мощностях получается очень хорошая и фрагментация, и инкуляция. То есть все цели, задачи мы выполняем. Ну и доза облучения, энергия, которая получена при воздействии излучения мощности в 1 Вт, за одну секунду, то есть равна одному жоулю. Это все физические свойства мы должны знать, и во время операции или после операции мы должны это все фиксировать. Физические свойства лазеров также изменяются как в энергии в джоулях, мы говорили уже раньше, как в мощности, плотности энергии и интенсивности излучения, которая характеризуется в 1 см2. Что нам необходимо получить от лазерного излучения? Что бы мы хотели? Ну, прежде всего, мы хотели, конечно, применить его в литрепсии. На сегодняшний день это самое распространенное заболевание, которое возможно. И хотелось бы с применением гильких инструментов, конечно же, использовать лазерные волокна, которые легко проникают в рабочий канал, не меняют угол обзора. Также нам хотелось бы применить это в цели аблации или вапоризации рубцовых тканей и в рассечении коагуляции. Так вот, на сегодняшний момент все эти направления, они, к сожалению, невозможны при одном аппарате. То есть существует различное применение двух аппаратов в одном, но каждое из этих направлений не может быть применим с одним аппаратом. Поэтому нам хотелось бы многофункциональность этих установок на сегодняшний день только лишь возможно, когда совместимы два аппарата, два генератора в одной системе. Также нам хотелось бы, чтобы была высокая скорость аблации, то есть чтобы увеличить большое количество объема удаленной ткани. Здесь уже необходимы более мощные установки, более мощные аппараты. Должно быть отсутствие термического повреждения ближайшего ткани, то есть глубина проникновения должна быть настолько минимальная, чтобы не применить термоэффект для глубоких тканей. Ну и чтобы аппараты были невысокой стоимости. К сожалению, такое сейчас практически невозможно. Из эффектов лазерного воздействия что необходимо знать? Во-первых, это термический эффект. То есть мы все должны прекрасно понимать, что мы не только производим, скажем так, инокуляцию или же какое-то рассечение, мы получаем термическое воздействие. Второе, это механическое воздействие. Третье, это фотохимический эффект и эффект сварки. Глубина воздействия зависит от длины волны данного аппарата, от мощности и плотности лазерного излучения. На картинке показано на слайде, как происходит лазерное воздействие. На самом поверхности, это около 1000 градусов, происходит термическая аблация, фотоаблация и распад тканей. Глубже, уже на более низких температурах, около 100 градусов, происходит начало выпаривания и обугливания тканей. То есть получается некроз. А еще дальше, глубже, происходит обезвоживание тканей, формирование вакуолий, денатурация белков, кокуляция коллагена и уже самая глубокая часть, это снижение ферментативной активности и начало гипотермии. Так вот, глубина воздействия зависит от длины волны лазерной установки. У одних она где-то 0,4 мм, у других она доходит до 5-6 мм глубиной. Поэтому необходимо знать именно глубину воздействия, чтобы во время операции не повредить ближайшие ткани. Об этом поговорим дальше. Длина волны у каждого аппарата разная, и существуют аппараты в ультрафиолетовом диапазоне, в визуальном диапазоне, инфракрасном диапазоне, работающих в инфракрасном диапазоне. Так вот, допустим, неогеомех-лазер длина волны 1,64 мм с угольным лазером находится в инфракрасном диапазоне, аргон находится в визуальном, и Сейсимер-Экс-Ф находится в ультрафиолетовом диапазоне. Длина волны влияет на поглощение, где работает хорошо лазерный аппарат. Допустим, аргон очень хорошо поглощается гемоглобином, меланином, и плохо поглощается водой. Неогеомех-лазер очень плохо поглощается. Как гемоглобином, так и меланином, так же и в водной среде. Хорошо он работает на поверхности, на гружащих тканях, и ламина проникновения за счет этой длины волны доходят до 5-6 мм. Если мы рассмотрим гольмовые лазеры или аэрбиевые лазеры, там она хорошо поглощается водой, и очень мало идет поглощения гемоглобином и меланином, что очень хорошо используется в данной обстановке для инуклеации, для поверхности, для сечения тканей и так далее. Лазерные аппараты не существуют сами по себе. Для того, чтобы лазерное воздействие, лазерный источник дошел до объекта, необходимо многообразие световодов. На сегодняшний день можно похвастаться, что такие световоды существуют, и не только лишь с раздовидностью их, но и также по толщине и по размерам. А световоды с прямым выходом излучения, то есть с плоским концом, являются наиболее универсальным световодом на сегодняшний день, при котором можно использовать его и в гибких инструментах, и в жестких инструментах. И он имеет очень большое разнообразие размеров, от 150 микрон до 900 микрон. То есть чем меньше размер, тем он гибче, он легко проникнает любой канал. При этом, сгибаясь, он не приводит к нарушению угла осмотра. Но чем меньше диаметр световода, тем, конечно, он хрупче, и он, скажем так, выходит из строя быстрее. Световоды шаровым окончанием, это лазертроды, так называемые, они, возможно, для инопуляции, для проблемных зон при резекции использоваться. Световод диффузным рассеянием излучения, так называемый ITT. Световод применяется для индустрициальных лазерных коагуляций в полостных областях, скажем так, при объемных образованиях тканей в предстоятельной железе. И световод типа сайтфария, это боковое свечение, применяется для лазерной аблации, но он еще широко применяется на сегодняшний день при опухолях мочевого пузыря, при инцизии и вапоризации предстоятельной железы. На данных слайдах показаны именно эти световоды, вот сайтфара, ITT, лазертрод, торцевым концом лазерные световоды. Так вот, от расстояния до объекта можно одним и тем же световодом произвести как рассечение, так и глубокую вапоризацию, изменение мощности излучения. Также поверхностную коагуляцию удалив световод от объекта, или глубокую коагуляцию уже, скажем, непосредственно при воздействии на ткань. В литрепсии используются в основном три типа лазеров, это тулевый, гольмовый и неодемийных лазер. Но надо сказать, что неодемийных лазер не все лазерные аппараты, а только тот, который работает на двухволновой генерации. Если тулевый и гольмовый лазер – это фототермическое поражение, то неодемийных двухволновой генераций имеет фотоакустическое воздействие. Что такое фототермическое и фотоакустическое? Значит, фототермическое повреждение может воздействовать на ближайшие ткани, при этом, когда получается формитация или же попкоренная частица, или распыление в зависимости от режима работы, то при фотоакустическом воздействии никакого повреждающего действия на окружающую ткань, кроме как твердого объекта, он не используется. То есть этот лазерный аппарат не воздействует на окружающие ткани. Вот эта двухволновая микросфелековная длительность лазерного излучения получается вот такой акустический эффект формитации, где происходит сначала оптический пробой, дальше образование плазменной искры и развитие квалифицированного пузырька, который распространяет ударную волну при коллапсе этого пузырька. Таким образом, происходит на поверхности разрушение плотной структуры. Также лазерные технологии в лечении доброкачественных гиперлазей используются достаточно широко и давно. Визуальная лазерная аблация присадкзаной железы производится неогимым их лазером. Аукульновые лазеры используются для лазерной резерции присадкзаной железы и также используются для лазерной аблации присадкзаной железы, если аппараты имеют очень высокую мощность. Ну и фотоселективную фоторизацию присадкзаной железы с КТПЛ или диодом лазера. Конечно же, для того, чтобы получить удовлетворение от операции, необходимо, конечно, использовать данный тип аппаратов с более высокой мощностью, то есть 100, 150, 200 латных источников излучения. Киперплазия пистатой железы в основном используется, это тулевый, как я говорил, и гоймовый лазер. Дна этих волны, этих аппаратов, хорошо поглощается водострядой, как я говорил раньше, с минимальным рассеянием, проникновает на глубину до 400 мкм. За счет этой высокой плотности энергии происходит быстрое вопаривание биологической ткани, и применяется в основном это для инуклеации. Но здесь одно условие, что мы должны четко понимать, что когда мы производим лазерную резерцию или лазерную энцизию, а еще и алиоблацию, то мы не получаем гистологического подтверждения ткани. Поэтому для того, чтобы применить лазерную операцию, необходимо предварительно, все-таки при подозрении на онкологический процесс, провести мультифакальную биоксию пистатой железы. Ну и в последующем потом уже производить один из видов лазерного воздействия на пистатую железу. Тогда мы получаем и гистологическое подтверждение до операции, ну и, естественно, лечебный эффект после операции. Если мы говорим о применении лазерной технологии или же оптической ауторотомии при структурах уретры, что выбрать? Лазерную операцию или же ауторотомию, или же гиполярную энцизию? Ну, на сегодняшний день я вам скажу так, что это предбочение хирурга раз. И второе, это все-таки показания для выполнения той или иной операции. Существует различное изменение в тканях уретры, и поэтому применять то-то или иное воздействие необходимо именно по показаниям. Фокальные методы тоже на сегодняшний день достаточно широко используются и при мелках пистатой железы, и при объемных образованиях почек. На сегодняшний день уже мы не используем практически ITT, дорогостоящий катетер волоконный. Достаточно можно использовать так называемые универсальные катетеры световоды с прямым торцом и с периодичностью их глубинного проникновения и экспозиции. Таким образом, мы можем, соответственно, так же, как и при лазерных излучениях световода через ITT, можем спокойно провести лазерную коагуляцию тканей и методом прямого торцового воздействия. Вот как я уже говорил, что эти технологии применимы и в предстоятельной железе, и для интерстационной коагуляции опухолей почки. Таким образом, применение высоких технологий в хирургию, одной из самых консервативных областей человеческой деятельности, это тенденция развития на сегодняшний день. Исследование механизмов взаимодействия лазерного излучения с биологическими тканями, также необходимо расширять и применять в эксперименте и уже непосредственно в лечебной практике. Ну и использование телекоммуникации и интеллектуальных роботизированных систем, медицинские помогают также нам применить те или иные медицинские технологии. Поиск совершенно клинических решений в оперативной урологии требует разработки и внедрения капновых хирургических лазеров различной мощности, так и лазерных медицинских технологий лечения. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова